Ты назвал модный приговор дефибрилляцией легких остывшего покойника. Это очень дорого для проекта держать меня за кулисами. Голос и Юлия Зиверт. Просто хорошо поющий человек в кадре уже никому не интересен. Черт, эту политику. Вот тебе блузка, вот тебе юбка. А тут громко не говори. Вечная какая-то служба безопасности. Кому стоит переодеться? Всем. Мне, поверьте, есть что предъявить многим своим коллегам. Делать классно одетого артиста, артистку через дробь в России я точно умею. Делать это лучше всех я умею много лет. Это «Окна связи», это Константин Анисимов. А сегодня мы с вами будем говорить о стиле, о моде, о чем-то легком летнем. Может быть, даже уже осеннее чуть зацепим с тобой. Сегодня мой гость – стилист Николай Овечкин. Здравствуйте. Я хочу, чтобы вы сейчас все внимательно посмотрели на этого человека, потому что именно он долгое время отвечал за образы в шоу «Модный приговор». Главное модное или о моде шоу в стране. То есть, по большому счету, вместе с тобой мы, как с молоком, матери впитывали стиль. Смотрите, со мной и с моими коллегами. Да. Потому что нужно понимать, что «Модный приговор» в мою бытность креативным был Олен Мореевой. Она говорила очень важную вещь. Она говорила, что любой медиапродукт – это плод коллективного труда. И поэтому, кроме меня, еще была масса стилистов, великих выпускников «Модного приговора». От Алексея Сухарева, который был в этом кресле, до Марьяны Елисеевой, улица Коленко. Еще огромное кресло. Это кладезь просто. Да. В общем, это сейчас те люди, к которым все, кто даже не смотрит первый канал, тянется за советами. Совершенно верно. Это была первая кузница, которая могла вырастить не теоретиков, не людей, которые просто читают журналы и говорят, нужно носить там, а те, кто руками умеют. И это для меня большая гордость, что я работал, я начал работать еще, когда в главном кресле сидел Вячеслав Михайлович. А ушел уже, вот, собственно, перед тем, как пришел Саша Рогов, мой коллега. А вот, кстати, Саша Рогов сейчас ведет «Модный переговор». Совершенно верно. Замечательно с этим делом справлять. Я считаю, что лучше кандидата и не может быть. Мой вам низкий поклон и респект, но тебя в проекте нет. Почему? Меня давно нет в проекте, потому что это очень дорого для проекта держать меня за кулисами. Объективно, вы же понимаете, что когда-то я стартовал 12-13 почти лет назад. 13 лет назад, когда только приходишь в индустрию, твоя смена стоит 3 копейки. Смена это имеется в виду рабочий день? Съемочная смена, да, совершенно верно. А сейчас, когда я уже другого полета специалист, то есть держать меня за кулисами, чтобы я переодевал героев телевизионного шоу, это очень дорого, правда. Или, как говорят, вырос из этих штанишек. Совершенно верно. Поэтому я не в проекте, но если внезапно когда-нибудь «Модный переговор» придумает сделать какой-то юбилейный выпуск, где старая команда стилистов соберется, чтобы переодеть кого-то типа Анастасии Волочковой, я с огромным удовольствием приду. То есть как в КВНе, команды, которые уходят, специально собираются и дают громкие, большие концерты. Я об этом тебя понял. Но, прочитав твои соцсети, я вот что нашел про этот проект. Ты назвал «Модный переговор» дефибрилляцией легких остывшего покойника. Это совершенно верно так, потому что сейчас, о чем я говорю? Я не говорю о том, что проект плохой, я говорю о том, что его форматный движок устарел. Что пытаться менять ведущих, нужно менять форматный движок. То есть ты хочешь сказать, что то, что было запущено, шло с грандиозным успехом? Совершенно верно. На сегодняшний момент мы слишком глубоко в процессе. На сегодняшний момент каждый следующий сидящий у экрана телевизора, который смотрит социальные сети, уже плюс-минус то, чему мы учим с экрана федерального важного канала, обладает этими знаниями. То есть задача, ну, возможно, для меня. Возможно, просто, как ты говоришь, я вырос из этих штанишек, возможно, для меня это стало неинтересно. Или потому что проект уходил на два года в небольшой перерыв, и сейчас я его смотрю, я его не смотрю. Так, ну, давай вернемся и попытаемся понять все-таки со стороны зрителя. Как ты думаешь, интерес у зрителя, который был 12 лет назад, когда все это начиналось, когда люди садились у экрана, видели таких же людей, как и они, и которые вот вначале выглядели, ну, а бы как, а потом выходили уже королевами. Объясню. Наверное, это не мое дело и не мне рекомендовать руководству Первого канала, что менять и какие движки форматные нужно перекручивать, но по моему абсолютно, возможно, неправильному мнению, выросло поколение два насмотренных людей, которые инструменты, которые показывают стилисты модного приговора, понимают и без стилистов модного приговора. Это должно быть либо моднее, но оно тогда будет не нужно телевизору, потому что, ну, у телевизора есть определенные правила игры, и они очень понятные. А, например, моя бабушка, которая смотрела модный приговор, она уже умерла. То есть вот это, то есть это та, та эфирная прореха, где молодым уже еще не интересно или уже не интересно, а те, кто остались внутри аудитории, и модный контент в этом соусе, как будто бы, ну, я, возможно, заблуждаюсь. Возможно. Или как, цитирую классика, мы стали более лучше одеваться? Мы стали более лучше одеваться. И нам уже это не нужно, нам нужны какие-то минимальные дополнения к нашей одежде? Ну, наверное, да. И в целом по стране так? И вообще в целом по стране. Я выезжаю в регионы много с мастер-классами, я вижу, как выглядит Екатеринбург, как выглядит Красноярск, как выглядит Дальний Восток. На самом деле люди стали выглядеть сильно лучше. Люди стали понимать инструменты, люди стали понимать, как взаимодействовать. Я смотрел Влада Лесовца, моего коллеги, когда он был гостем у вас, и он говорит, вот для того, чтобы быть стильным, нужно иметь какое-то лицо. У каждого есть свое лицо, у каждой конфетки есть своя упаковка. И ты смотришь на людей на улицах и абсолютно точно понимаешь, что эти конфетки уже правильно, более или менее упакованы. Спасибо за это выросшей кавалькаде стилистов, дизайнеров наших. Потому что когда-то Люда Нарсоянна, непокойная, сказала мне лет... Ну, в самом начале моего пути, сказала, Коля, вот посмотришь, через 10 лет все будут хотеть одеваться в русское. Я тогда работал в магазине, который продавал русские бренды. Мне казалось, Люда, что ты несешь? Мы еле концы с концами сводим. Прошло 12 лет. Большая часть гардеробов модниц в Екатеринбурге, Ростове, Краснодаре уже одеты в русское. И это огромная заслуга. В том числе, например, нельзя называть ныне социальную сеть, которая вырастила насмотренных людей, которые понимают, что правильная белая футболка, правильно, хорошо сидящие голубые джинсы, белые кеды и кепка могут сделать из тебя стильного человека. Браво. Браво кому? Аплодисменты нужны. Это все-таки влияние соцсетей? Все ли люди научились из этого извлекать? Они оттуда и научились. Просто социальные сети стали членами наших семей. То есть ты просыпаешься утром и не говоришь... Как раньше был телевизор. Да, доброе утро, любимая. Ты говоришь, доброе утро, социальная сеть. И смотришь, типа, юбочки, блузочки. И все, это станет частью нашей жизни. Замечательно. Слушай, ну вообще, ты думал о каких-то форматах, которые могли бы сейчас прийти на смену модного переговора? Или в целом шоу «Преображение» уже пора отнести куда-то в музей? Никогда такого не будет. Шоу о «Преображениях» всегда будут в топе. Потому что там есть важный момент. Открывание зеркала, когда впервые видит себя герой. В этом магия этого формата. Это как поворачивание скрытой буквы в поле чудес и раскручивание барабана. Есть движок, который ведет. Просто у этого движка должно появиться наполнение. То есть мейковер – рабочая схема. Здесь или на той стороне океана. Всегда рабочая схема. Женщина, которая вначале рассказывает, как она плохо живет и какая она несимпатичная, и в конце становится симпатичной. В этом есть магия телевидения. Но эту магию нужно по-другому упаковывать. Мы слишком много всего видим в информационном поле. Чтобы просто переодетая женщина нас стала удивлять. Это уже не удивляет. Тогда я в защиту скажу. Я защищаю Первый канал. Смотри. А поле чудес ничего не меняется. Все крутится, поворачивается. Это и есть, наверное, магия. Может быть, мы включаем модный приговор, для того, чтобы как будто бы мы на выходных поехали к тетушке, к дедушке, к бабушке что-то увидеть то из нашего даже детства или юности. Объясню. У поле чудес чуть другая аудитория. Смотри. Цифры у что, где, когда и у поле чудес не упадут никогда. Это люди, которые включают всегда, зная, что в этот момент модный приговор идет ранним утром, и либо идет фоном, когда ты собираешься на какой-то... То есть это и не идет во время, когда идет доброе утро, когда ты паришь рубашку мужу и думаешь, типа, так, а что за блузка? Идет во время, когда муж уже на работе, дети уже в школе, и ты должна сесть и посмотреть. А тут история в следующем, что эти... Она это в сети уже увидела. Она уже поняла, что розовый вот этого оттенка модный, ей уже неинтересно это смотреть в эфире федерального канала. Понятно. Двигаемся под сетки федерального канала, а именно по первому каналу. Следующий проект «Голос» и Юлия Зиверт. «Голос» на самом деле не впервой в моей жизни. Я до этого работал с другой артисткой. И я уже тогда понимал механику, я уже понимал, как работает эта франшиза. Я был знаком с Аксютой и с его командой. Я благодарен безумно Аксюте, что он всегда... И всегда так было, что к артисткам, с которыми я работаю, никогда не бывает вопросов по стилю. Они всегда одеты так, как я решил. Я и моя артистка, наши участники всегда одеты так, как мы решили. И он всегда говорит, Коль, ты все, я... То есть, подожди, ты помимо членов жюри еще и участников одеваешь? Если участник заходит, то я всегда занят и участниками нашей команды, и... А, то есть именно внутри команды у артиста? Абсолютно. По-другому не работает, потому что рост артиста внутри проекта возможен только если он меняется визуально. Даже с точки зрения пиар-приема. Он должен поменяться. Человек, который вы видели на слепых, и человек, который в следующий раз стоит в номере, уже должен быть артистом. Вы тогда начинаете его по-другому любить. Просто хорошо поющий... В какую камеру сказать? Просто хорошо поющий человек в кадре уже никому не интересен. Прости, пожалуйста, а если вот артист достаточно самобытен, попадает в команду Юлия Зиверт, которую ты одеваешь, и ни в какую, он говорит, а я вот такой. Смотрите, это работает вот так, опять же. Ты садишься и говоришь. Я никому ни на кого не наскапиваю, не говорю, типа, сейчас ты будешь переодеваться. Я сначала слушаю, что он читал, что он смотрел, какая музыка ему нравится, какую музыку он хочет петь, что он хочет сообщать. И уже исходя из всех этих вводных, почему очень многих артистов в России не получается работать со стилистом? Потому что стилист приходит на один сет, наряжает и уходит. Он не понимает, что в черепной коробке у артиста. А когда ты не понимаешь, какая начинка, ты не понимаешь, какая должна быть обертка. Поэтому это важно. И это огромный путь. Между тем, когда я вижу впервые на слепых ребят, я сижу в рубке в Рештерской и смотрю на каждого из них, понимаю, что Юрия нажала, записываю имя, подхожу и говорю, так, ну давай будем говорить. Уже с... Да, и мы говорим, сидим, да, и мы говорим, и слушаем, и смотри, и а вот это, а вот так, а вот здесь. А пришли мне, что тебе нравится. И уже исходя из, ты принимаешь решение, что ты будешь делать из этого человека вот такую картинку или вот такую картинку. В этом работа стилиста. Не в том, что ты пришел и думаешь, блин, сейчас розовые юбки модные, сейчас на всех их надену. Нет, так не работает. Я знаю, вот сейчас, может, расскажи, как правильно, что у тебя был эксклюзивный контракт с Зиверт. У меня был эксклюзивный Зиверт и с Асти, и со Светой, со всеми, с кем я работаю, работал. Я работал эксклюзивно, кроме Арбениной. С Арбениной я работал 4, по-моему, месяца. А что это означает? Что я ни с кем другим из женщин внутри рынка не могу работать. А, ну, это они у тебя были в разное время все? Все были в разное время. Три года была первая, потом была Юля, три с половиной года, потом был год Аня. И вот сейчас я пока стопнул свою работу руками, потому что занимаюсь развитием другого направления, вот так будем говорить. Можешь про него рассказать? Да, конечно. Расскажи. Я активно развиваю YouTube. Я снимаю один формат для телека. Откуда такая насмотренность и наслушанность, и владение цифрами телевизионными? От того, что я... Не так. Пришла команда. Сказали, типа, давай будем пробовать, потому что тебе надо в телек. Я много лет назад работал в телевидении, на телевидении, и как будто бы зарекся, что больше никогда. Что формат, который мне сегодня не нравится, а то, что нравится, уже занято моими коллегами, и я никогда не... Ну, мне право вторую ночь неинтересно. И возник формат, в котором я меньше стилист и больше некий харизматично, хорошо говорящий, молодой, симпатичный, бородатый дяденька. Дяденька. И я говорю, типа, давай пробовать. И вот начали снимать, показали руководство одного из каналов. Это их заинтересовало, и мы вот... Я принял решение, что это будет мешать моей стилистической работе. Я остался с Юлей Зиверт на исключительно отдельных эпизодах, таких как «Голосы», например, когда я точно нужен. Вот. Или там... Я не знаю, можно это говорить или нет. Ну, скажи, скажи. Юля готовит следующее шоу, Юля стала лучше, ее спина, слава богу, восстанавливается. Отлично. И вот я буду делать шоу, и я делаю четыре больших ее коммерческих проекта. На эксклюзиве я ничего не делаю, я понимаю, что если завтра ко мне придет Кадышева, Бабкина или кто-то еще, я скажу, я готов, давайте пробовать, это прикольно. Просто, опережая тебя, просто возникло желание сделать какой-то кейс, который для меня станет, ну, неким пранком. Пранком? Да, ну, то есть, типа, я... То есть хочешь над кем-то поиздеваться или разыграть? Или для тебя? Нет, для меня. Чтобы это для меня было каким-то вызовом. Выйти из зоны комфорта. Совершенно верно. То есть делать классно одетого артиста, артистку через дробь в России я точно умею. Делать это лучше всех я умею много лет. Просто сейчас хочется сделать что-то, чтобы, типа, все говорили, боже, типа, чё к чему. И ты решил, что это должно быть в кадре? То есть это не должна быть какая-то, ну, не знаю. Не-не, это, может быть, это, говоря, типа, про Кадышева, Бабкину и так далее, я говорю, что вот я бы сыграл в эту игру, когда ты... Это может быть прикольно. Круто, круто. Слушай, ну вот вернемся к работе «Зивер». Вот ты как-то за это время, опираясь на нее, трансформировался. И вообще, как вот работать с Юлией, у которой график в какой-то момент стал, ну, суперсумасшедший? Это был момент, когда она была на... Ну, то есть на острие. Да. Когда у нас, например, в один из месяцов под названием «Май» было, по-моему, 27 выступлений. То есть я понимал, что у нее нет выходных совсем. А 27 выступлений – это значит 27 моих примерок. То есть каждому она за сутки уже готова примеренная к следующему. И в этот момент тебе некогда анализировать. И, наверное, одна из причин, по которой я хочу сейчас взять небольшую паузу – просто вообще понять, что я сделал за эти 10 лет, сколько всего, сколько я снял клипов какой-то, просто нескончаемых. Столько, наверное, не снял никто. А сколько ты вообще посчитал? Нет, это невозможно, наверное. Ну, вот можешь, представляешь, сколько клипов есть у Юли за 5 лет, столько – все мои. Сколько там за предыдущий контракт Асти случились, они все мои. Вау. То есть, типа, это какое-то нескончаемое количество. Плюс у тебя же еще параллельно выплывают. То есть, типа, например, если во время контрактов с Юлей я мог работать с Маликовым, то есть, типа, у меня были там параллельные... Ну, то есть, это какой-то... Как говорится, смена деятельности, лучший отдых. Отпрашивался. Отпрашивался ненадолго, да. Ненадолго. Но смотри, 27 выступлений, 27 концертов. Это принципиально, чтобы на каждое выступление был новый концерт. Чья это идея? Зиверт или твоя? Это и моя, и ее. Есть следующая задача. Юля к каждому выходу на сцену по-особенному готовится. Есть... Я не знаю, про это можно рассказать или нет. Юля, короче, если что... Это не я рассказал. Что есть кейсы, когда артист настолько устает, что мы, выходящий ей на сцену, внутри придумываем новый образ, новое имя, новое состояние, новое... Просто чтобы не выгореть, как Юля Зиверт. Потому что 27 раз вышедшая на сцену Юля Зиверт, 28-му разу может просто устать. И так бывает. И есть некая игра стилиста и артиста, где вы придумываете некие оживающие образы. И иногда это важно ей, а я просто часть ее ремесла и ее таланты. И я просто тихонько говорю, да, мы будем это делать. Надо 27, будет 27. В клипе Край она переодевается, по-моему, 16 раз. За 3 минуты меньше, чем? Да. И играет несколько ролей. И я помню, когда мы готовились к этому клипу, за 4 дня до того, как нам нужно было его замоторить, она говорит, в моей голове, представляешь, все герои поменялись, я хочу по-другому. И я за 4 дня пересобрал весь клип. И поэтому... Скажи, пожалуйста, а это не считалось какой-то звездной прихотью, или это действительно нужно было для работы? Блин, я в глубине этой артистки не сомневался никогда. То есть, когда она написала свой последний альбом, позвонила мне ночью и сказала, послушай альбом, я понял, что все минимальные сомнения, которые... Они точно были в этот момент развеяны, я понимал, что вот есть она и уже потом Ариана Гранде и так далее. Класс! Класс! Юля, ждем тебя! Ну и вообще, на самом деле, как вот так в балансе в этом огромное количество стилей и не допускать ошибки? Потому что ошибка при изготовлении огромного количества, при креатуре огромного количества, она всегда ходит рядом, как смерть с косой. Смотри, около меня всегда есть команда, я никогда не работал один. Мне как-то сильно повезло, что еще во времена приговора у меня уже появились ассистенты, я уже понимал, что рядом всегда должна быть свежая кровь. Люди, которые горят, смотрят, читают, ищут. И в момент, когда ты чуть сомневаешься, нужно всегда идти у кого-то спросить. Если ты в моменте настолько уверен в себе, что ты не просишь ничего мнения, знай, что вот где-то рядом провал. И он в моей жизни был, и просто, наверное, многие не замечают, но ты потом сидишь, смотришь монтаж и думаешь, какая херня получилась. И ты, главное, до конца идти и отыгрывать схему, что все тебе очень нравится. Это как моя бабушка говорила, если изменил, никогда не признавай себя в измене, потому что только ты можешь признать, было это или нет. Поэтому тут ну как-то нужно было балансировать между... А в начале, потому что я смотрю, что я снимал в начале, это вообще какой-то просто ад. Ну многие сталкиваются с испанским стыдом, смотря на свои ранние работы. А у некоторых наоборот. От ранних работ, где они были свежими, хрустящими артистами, вот происходит скат. Это, наверное, в том числе из-за неправильного подбора команды. Чаще всего вот этот скат происходит у артистов, которые... Вот когда я говорю о Юле, что там есть внутри, вот если там внутри нечем придерживать, то оно скат и происходит. Поговорим по поводу ошибок стилистов. Вот давай, может быть, не про себя, может быть, внутри индустрии. Раскрой секреты. Если стилист совершил ошибку, вот как профессионал, и это потом увидели, ну все. Вот хорошо, ты говоришь, что там ты увидел свою ошибку, но мы не увидели. Как они потом терпят наказание? И есть ли вообще эти наказания? Я знаешь, про что думаю? Про то, что вообще в целом не существует, наверное, недопускающих ошибки ремесленников. Я считаю, что все-таки стилист это ремесло. И в этом для меня, например, есть топливо, что если я понимаю, что так, вот здесь нужно еще доделывать, вот этот инструмент вообще не мой, никогда больше за него не берись. Это вот сюда, это вот так. Про коллег. Опять же, опираясь на интервью другого своего коллеги, сидящего здесь в этом кресле, он как-то очень нелестно, скорее всего, намекая на меня либо на Рогова, говорил о том, что стилисты, которые комментируют чужую работу, чаще всего стилисты, которым нечего больше предъявить. Так вот, я хочу вам сказать, что мне, поверьте, есть что предъявить многим своим коллегам, всем. Столько, сколько я снял, не снял никто. И садясь в кресло напротив Александра Рогова и говоря те или иные реплики о работе своих коллег, я говорю и отвечаю за свой базар как положено. Поэтому, поэтому, если коллега замечает оплошность коллеги и в эмористической форме, ее высмеивает, это такой филетон, в этом нет ничего плохого. Если ты человек с устойчивой здоровой психикой и большой профессионал, ты принимаешь это как филетон и как такой тычок в бок, типа, вот здесь бы я еще посмотрел. И стоит на это обратить внимание. И я всегда рад, когда кто-то вспоминает о моей скромной персоне и пытается ткнуть в бок мне. Поэтому это нормально, когда понятно, что, наверное, обыватель, как бы он ни был насмотрен, не видит те или иные стилистические приемы, которые не получились. Поэтому среди коллег есть некий такой клуб черный рот, где вы иногда друг друга можете. Но в этом движок индустрии, в этом движок киношной индустрии, вообще любой медийный продукт делается скорее вопреки и назло этим черным ртам, которые о тебе хорошо или плохо говорят. Поэтому это часть такой игры, в этом что-то есть. Если бы такой критики не было, индустрия бы стояла на месте? Стояла бы на месте. Ну или меньше развивалась? Меньше бы развивалась. И в целом, мне говорят, вот сейчас появилась новая плеяда стилистов, как ты по этому поводу переживаешь? Никак, я очень этому рад. Когда в какой-то момент тебе кто-то юный дышит в спину, ты думаешь, так, надо еще чуть-чуть поднажать. А если наоборот дышит спины, надо сказать, с меня достаточно? Вот это то, что я сейчас делаю. Я понимаю, что уже тихонечко, аккуратно. Есть невероятный мой коллега Миша Барышников. Он уже совсем мало работает руками. Он теперь же легенда ювелирного бизнеса и так далее. Но каждый раз, когда я вспоминаю про Мишу, я понимаю, что Миша стоял у истоков и Миша мастодонт. То есть, это тот человек, который частным бортом за туфельками летал в Париж для съемок. Он рассказывает такие истории, которые в моей жизни уже не было. Я все-таки уже стилист второй волны. А вот сейчас за мной пришли стилисты следующей и следующей волны. Они вообще живут в другой парадигме. Это люди, которые выросли в красивом мире. Они никогда не стояли в очереди. Они уже родились и сразу оказались в той среде обитания, в которой есть куча красивых вещей. Есть куча артистов, которые готовы с тобой работать. Есть куча социальных сетей, в которых ты можешь монетизировать свой навык. Когда начинал я... Год, давай. Какой год? Я не могу почитать. 13 лет назад. 12-й, наверное, год. Хорошо. Ты мог... Как работали стилисты? Ты мог что-то где-то в каких-то магазинах покупать, собирать какие-то образы, предлагать их. Но уровень моей уверенности... Я уже на первой примерке с большим артистом уровня Дианы Арбениной очень неплохо жонглировал терминами. И она на этом... Она мне однажды... Я никогда это не забуду. Когда мы сидим в гримерке, просто закончилась примерка, мы готовились только к нашествию, к какому-то большому выступлению. Я вот так говорю, Диан, а я уже три месяца работаю, она ничего мне не говорит. Я говорю, Диан, вам вообще нравится, что я делаю? И она говорит, Коль, смотри, моя задача писать музыку, а твоя задача заниматься своим внешним видом. Давай не будем друг другу мешать. Все. Я в этот момент понял, уровень доверия большого артиста проявляется вот так, когда тебе говорят, нет, я не хочу надевать эту куртку. Я решаю, какую куртку ты должна надевать. То есть Диана Арбенина перед выступлением на нашествии пользовалась услугами стилиста. Диана вообще большая молодец. Опять же, продолжение темы, что Диана пользовалась и пользуется, я думаю. Ну, а я, чтобы вы понимали, настолько из другой парадигмы, что я не знал ни одной песни Дианы Арбениной. То есть я пришел, мне позвонили, я думаю, какая глубокая, вообще другая величина человека. То есть она тебе говорит, а как будто бы ты говоришь с чем-то неким. То есть она как-то так забивает в твою крышку гроба гвозди, что ты думаешь, как ты это делаешь. И я думаю, мне надо послушать, что вообще она делает, что за музыка. Я сел, и она меня просто размазала. Я помню, что я летел в Лиссабон на первую нашу с ней совместную съемку, и я всю дорогу слушал ее один из альбомов, и я прилетел абсолютно в нее влюбленный. Я вот так захожу в гримерку, и она мне говорит, что произошло? Я говорю, я слушал вашу музыку. Она говорит, все тогда понятно. О, круто. Да, и вот, задача стилиста действовать таким образом, чтобы его работа была незаметна, как это было с Дианой. Потому что для имиджа рок-музыканта наличие стилиста дискредитирует его. Ну, условно будем говорить. Где нашествие? Да. И где стилисты? Я очень много в свое время работал с большими политическими персонами. Задача стилиста, работающего с политической персоной, сделать все возможное, чтобы ты не отсвечивал. А как одеть политика? У тебя костюм, рубашка и галстук. Все, и четыре цвета максимум. Смотри, есть очень много протокольных моментов. Например, если он едет на форум условно... Селигер. Условно, да. То есть определенный протокол для встречи с политиками первого эшелона, второго эшелона, с благотворителями и так далее. И это очень важно понимать. Человек, который встает на это поприще, начинает на этом, как это сказать, на этом поле играть. очень много нужно держать в голове, нужно быть очень тактичным, обо всем нужно молчать и так далее, и тому подобное. Поэтому, когда в моей жизни появились артистки, певицы, клипы, я думаю, господи, ну к черту эту политику. Хотя, тут ты что угодно говоришь, куда угодно идешь, вот тебе блузка, вот тебе юбка, а тут громко не говори, вечная какая-то служба безопасности. Да ну. Сейчас будет игра, о твоих коллегах мы поговорили, поговорим и о моих, интервьюеры и стиле. Что мы будем делать? Мы будем брать фотографии интервьюеров. Я себя не считаю интервьюером, я просто транслятор вопросов, которые пришли мне в голову. Иногда я перебиваю, иногда нет. Но давайте посмотрим других интервьюеров из интернета. Итак, первое. Юлия Меньшова и ее стиль, пожалуйста. Вот, Юлия. Я так понимаю, что Юля много лет работает с Машей, господи, помогите. Маша когда-то работала со мной на модном приговоре. С Машей помогите. Не-не, Маша, не помню фамилию. Юлия Меньшова всегда представительница такого очень понятного для меня телевизионного образа советского диктора с легкой дуринкой. То есть вот она в жилетке, в брюках, понятных для меня очках, но при этом в леопардовой блузке. Я думаю, что этот инструмент они придумали вместе с ее стилистом. Надеюсь, что Маша по-прежнему работает с Юлей. Алена, блин. Ой, у нас очень сложные отношения с этой прекрасной женщиной. И чем чаще я ее троллю, тем теплее они становятся. Алена удивительный человек. Я помню ее, когда она была журналисткой какого-то издания или радио. Это было лет 10 назад. Это был первый фестиваль «Жара». И тогда Алена была закадровым игроком и выглядела сильно хуже, чем сейчас. Прибавляет. Поэтому сейчас Алена выглядит... Боже, как это... Короче, смотрите. Внешний вид Алены соответствует уровню ее интервью. Поэтому какое интервью, такое внешний вид. Пау! Усложняем задачу. Сейчас будет сложно. Кто-то из моих подруг сейчас будет? Владимир Познер. Потрясающе абсолютно. Я быстро расскажу важную историю. Я впервые получил уже пропуск в телецентре, а я работаю на модном приговоре, про красные носки. И я вот так захожу и роняю пропуск, наклоняюсь и вижу человека, на котором красные носки. Я вот так поднимаю голову, а это Владимир Познер. А позже его для рекламы одного небезызвестного банка одевала моя ассистентка Оля Ефимова. Я знаю о стилистах и их подопечных все, как вы уже поняли. Поэтому он абсолютно фундаментальный. Он как некая условная догма того, как нужно одевать важно авторитетного, возрастного, телевизионного лидера мнения. Вот если вы не знаете, как, открываете познеровские. Ну и там же, там такая порода в нем. Там это все правильно оформлено. Правильный человек, правильно оформленный, он и когда рот открывает, ты понимаешь, что если человек был как-то чуть более дурашливым или чуть более классически одетым, он бы выглядел, наверное, не совсем к месту. Я с огромным уважением отношусь к тому, что он, как он выглядит, тому, что он делает. А у меня вот вопрос. Однажды в комментариях, а я читаю комментарии, так что пишите их. Мне написали, что верхнюю пуговицу во время интервью надо расстегивать, чтобы быть открытым. В зависимости от того, у кого вы берете интервью. Вот у тебя я беру. Тебе комфортно со мной разговаривать? Вообще мне супер. Единственное, что меня смущает, что я тоже пришел в Голубой Рыбалки. А вот так? Так уже неформально, так будто бы на рыбалке. Так уже, да, я как будто сейчас запою без тебя, без тебя. Двигаемся дальше. Ксения Собчак. Сегодня, кстати, я писал большой пост в одном из своих социальных сетей о красной дорожке Каннского кинофестиваля. Ксения Анатольевна поставил в перечне лучших выходов. Она в потрясающем белом костюме. Ксения Анатольевна долгое время занималась Лена Бессонова. Сейчас не знаю, кто ее занимается, ее стилем. Она, вот это та история, когда в моей голове есть некий стиль парижской владелицы модной галереи. Вот она интеллигентная, чуть с запятой, которая заставляет подумать, почему она так одета. Вот это, поверьте, что если вы видите факап в образе Ксении Анатольевны, она сделала это умышленно. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что решиться выглядеть с такой иногда, на таком острие, будучи тем, кем она является, это большая смелость, и это всегда открытое диалоговое окно для кудахтающих зрителей. О! Надежда Стрелец. Мы очень близко дружим с Надей, и поэтому, наверное, мне сложно говорить о Наде. Однажды, Надь, я думаю, что про это можно говорить, мы однажды встречались на предмет того, чтобы я попробовал с ней работать, но поняли, что мы лучше будем дальше дружить. Надя всегда выглядит... Вы боялись потерять дружбу? Не знаю, что вам боялись, просто мы решили, что пока не будем работать. В общем, Надя для меня очень спокойная, уютная, понятная, добрая, какой-то очень... Вот если в двух словах родной человек, и она всегда выглядит как такая старшая или младшая сестра, закончившая очень хороший вуз, работающая на хорошей работе. То есть, эта ролевая модель через образ Нади ясна. То есть, типа, ты включаешь, если бы она сидела в красном платье с зелеными горохами в очках, ты бы не мог слушать то, что она говорит, потому что она говорит очень понятные, спокойные вещи. Ты, глядя Надю, можешь медитировать. Поэтому Надя вот так всегда очень успокаивающе одета. Всегда в спокойных тонах, всегда очень... Следующий коллега после спокойной Наде Стрелец у нас Слава Манучаров. Я ничего не знаю об этом человеке, если честно. Я, к сожалению, тоже. Двигаемся дальше. Дарья Златопольская. Я обожаю, Даш. Я смотрел ее интервью у вас, и я смотрю все ее интервью белой студии, потому что быть настолько... Вот она всегда чуть с каким-то изюминкой, но всегда ты чувствуешь в ней вот это какое-то театральное изящество. Она всегда очень женщина. И вот ты всегда, глядя на нее, понимаешь, что в ней это есть, и это ничем не спрятано. Даже если бы она сидела в огромных пиджаках и в белых футболках, ты бы все равно в ней чувствовал вот это интеллигентное что-то. Она здесь сидела в кедах специально со старинных. Ты знаешь, как в бренде я говорю, она выглядела просто снабжевательно. В ней это есть. Просто иногда, когда ты внутри целостная, когда в тебе есть, когда ты устоялась в том, что ты говоришь и в том, что ты делаешь, то как бы ты не... Ты точно знаешь, для чего ты делаешь. Ну и вишенка на торте, как он сам себя называет, Алексей Сухарев. Я на самом деле... Как-то в последнее время охладили наши отношения с Алексеем Сухаревым. Не знаю, по какой такой причине, но Леша очень понятный. Такой у него стиль он такой типа прэпи, он такой чуть про искусство, он такой немного про прогулки по каким-то узким парижским улочкам. В нем это все есть. Он супер, он невероятно начитан. Мы когда-то с ним работали в модном приговоре в самом начале моего пути, когда он работал шеф-редактором, а я только пришел работать стилистом. И у него всегда был особый пиетет ко мне. Его героини, самые интересные, всегда были моими героинями. И я за это ему безумно благодарен. Потом как-то жизнь нас развела, но, прости, Леша, он такой очень воспитанный, он всегда очень складно говорит, и он поэтому вот так одет. То есть ты не встретишь, ты не встретишь на Алексея какой-то элемент, который будет у тебя, который у тебя будет резонировать сетчатка глаза. Он большой, молодец. Не выдает ли это синдром отличника? А у него есть 100%. Хорошо. А вот теперь такой вопрос. Ты уже назвал Кадышеву, назвал Бабкину как пранк, а как другой вызов? Я работал с Бабкиной. Как вызов, кого из звезд, нынешних, или новопришедших, российской эстрады, ты бы переодел. Вот прям сказал, я... А, я... Как инициативу, или просто кому стоит переодеться? Да, кому стоит переодеться. Всем. Кому даже так, кому очень стоит переодеться. Очень многим стоит переодеться. Но смотрите, я продолжу, я всегда придерживаюсь этой теории. И Влад отчасти прав в том, что для того, чтобы в публичном поле что-то сообщать одеждой, нужно начать сообщать головой. Вот там, если внутри головы полка с упавшими книгами, то как бы ты ее... Какую бы вывеску над этой библиотекой ты не повесил, чем бы именем не назвал, это полка с упавшими книгами. Вот... Ну, это... Я этим все сказал, мне кажется. Вот одну фамилию, вот давай, кого бы ты переодел, чтобы сделать мир лучше? Да Настю Волочкову. Уже не важно, что она говорит. Уже не важно, правда. Настя, ну, правда. Мы же можем найти номер телефона друг друга. Я бесплатно это сделаю, честно. Вау. Настя, сэкономишь куча денег. Ну, правда, она для меня легенда. Вы понимаете, я когда-то смотрел ее интервью в школе засловия, и мне казалось, вот есть Майя Плесецкая, есть она. Все, что с ней произошло, не мое дело. Я не лезу в ее жизнь. Но визуально же можно как-то... Ну, это же правда. Но ты смотришь и думаешь, ты екранный бабай. Да, мои полномочияки тут все, как говорится. Слушай, ну, я хочу вот что спросить. Ну, ты говоришь про голову. Вот у человека с головой все в порядке. Но он был, не знаю, за кадром, или у него была не такая высокая должность в политике, или он был там бэк-вокалистом у кого-то. И вот он начинает набирать популярность или просто зарабатывать деньги, если говорить про простых граждан-нурзисиан. Вот как принять... И он принимает решение. Я все теперь хочу одеваться стильно. С чего нужно начать? Нужно начать со следующего. Уже есть специалист? Уже есть стилист или нет? Нет. Пока нет. Пока есть деньги. Есть деньги. Ему нужно найти специалиста по такому... Как это делать? По какому принципу? Ты смотришь, кто... Например, если это в России. Кто из более-менее публичных людей тебе нравится, как выглядит. Ты будешь понимать, что у этого человека, скорее всего, есть стилист, и инструментарий этого стилиста к тебе применим. После этого на первой встрече тебе нужно ему озвучить пять-семь ролевых моделей, которые тебе нравятся. Мне нравится, как выглядел Джастин Тимберлейк в середине двухтысячных и так далее. Из этого стилист поймет инструментарий. Не надо ему говорить, я вообще читаю литературу на китайском языке. Нет. Я из этого, возможно, ничего не пойму. Потому что стилист это ремесленник визуального приема. То есть ты понимаешь, что ему близки приглушенные оттенки, или ему близка рок-музыка, или ему близка музыка, наоборот, поп-направление. Какое кино ему нравится, какие герои в кино ему нравятся. И уже исходя из этого конструктора возникнет некий алгоритм, из которого появятся визуальные приемы, которые конкретно этому герою, например, тебе, будут близки. Интересно. Но если вот тебе человек говорит, мне нравится Джастин Тимберлейк. Да, но он при этом руководит группой компании «Газпром», да? Да, и фигурка у него далеко, а не юного Джастин Тимберлейка. И тут уже вступает стилист, потому что стилист это еще и отчасти психотерапевт. Его задача привести в чувство клиента и сообщить ему о том, что смотри, ты 64 размера, и ты как бы Джастин Тимберлейк это умножить на 6. Поэтому задача следующая. Либо мы, ну то есть эту легкую дискотечную игривость Джастина Тимберлейка можно интегрировать в любой гардероб. Просто минимально. Какими-то правильными очками, каким-то правильным галстуком, какими-то, возможно, кедами, применимыми в околоклассическом там гардеробе. То есть каждый из нас немного Джастин Тимберлейк. Давайте уже не будем этого скрывать. Я сделаю футболку с этой надписью. Да. Вот, например, какая-то футболка с какой-то минималистичной, намекающей на ту или иную видеоработу клипмейкера Джастина Тимберлейка. То есть ты, если человек умозаключающий, а я все-таки надеюсь, что руководящие чины больших компаний умозаключающие люди, туда несложно, а вот котел, если уже варит, то ты туда чик и все будет понятно. Хорошо. А для тех, у кого, ну, так скажем, средств хватает только на покупку одежды ограниченную, вот с чего начать? Смотри, например, копировать луки, звезд, но из подручных, так скажем, брендов можно? Абсолютно всегда, конечно. А брать вот капсулы каких-то, ну, так скажем, доступных брендов можно? Конечно. Смотрите, давным-давно крупнейшие игроки мирового и отечественного уже теперь рынка не зря посадили команды, которые разрабатывают капсулы, потому что это вещи, которые живут друг с другом уже комфортно. Если вы видите, что капсула стоит в витрине того или иного магазина, а у вас вообще ни ку-ку в голове, вы не понимаете, как это работает, просто посмотрите, вот так, поймите, насколько это на вас может сесть или не может, и вот он уже инструмент есть. Простят меня коллеги, мои стилисты, что я это говорю, но если вы понимаете, что на работу стилиста у вас нет, хотя сейчас есть стилист на любой кошелек, есть ребята, которые собирают капсулу за 20 тысяч рублей, сидя где-то в Тюмени, она тебе дистанционно ее соберет, скажет, вот здесь вот в этом магазине купи вот это, это вот сюда, здесь зайди по мере, пришли мне фотографию, это уже рабочий инструмент давным-давно. В целом, если у вас есть тело и запрос на работу стилиста, у вас все получится с бюджетом в 20 тысяч рублей или с бюджетом в 2,5 миллиона рублей. Но прости меня, есть люди с фигурой, как у Ирины Шейк, на которой будет все классно. Шейк расламывает. Да, а есть люди, у которых как у Шейкера из бара, фигурка такая, на которую не каждая вещь сядет. Я вам, как ведущий двух сезонов проекта «Модель Excel», хочу вам сказать, что теперь в России и на Ирину Шейк, и на Шейкер из бара все уже есть давным-давно. Слушай, ну а как вот правильный путь выбрать, допустим, в какие моменты сейчас точно не стоит лезть? Но я знаю людей, к примеру, которые ждали и карьерно росли для того, чтобы купить сумочку с логотипом известного бренда. И вот сейчас, когда они дошли, она уже не актуальна, но вот эта вот мания, купить ее, носить. Обязательно нужно купить. Обязательно? Это форма, ну если там есть психотерапевт у этого человека, то нужно сначала проговорить это с этим человеком, а потом обязательно купить. Это как впервые услышать от мамы, которая тебе никогда не говорила, что она тебя любит, что она тебя наконец-то любит. Это правда, потому что у тебя потом возникнет более важный этап, более какая-то сильная форма мотивации, потому что после сумочки с логотипом ты захочешь самолет со своим логотипом. И это, возможно, еще следующий этап твоего роста. Поэтому покупайте эту сумочку, даже если она не актуальная. Проведите вечеринку, которая будет называться вечеринка двухтысячных. заявитесь на нее с этой сумкой, которая была актуальна в двухтысячных, чтобы все думали, типа, блин, какая у нее классная сумка. И в этот вечер она будет актуальной. Отлично. Слушай, ну и вот подытожим, так скажем, этот разговор. Плохой вкус лечится? Лечится специалистом. Это же только так кажется, что вот я такой родился, где-то в какой-то глухой деревне в Красноярском крае, приехал в Москву за обозом с рыбой, пришел, и внезапно я оп, уже и всех самых лучших артисток одеваю. Нет, конечно, это не так. То есть этот путь работы моей, работы артиста и эти точки соприкосновения, в которых мы стали друг друга понимать, это стало получаться. В продолжении темы могут быть разные специалисты. Специалист может вместе с вами расти. Внутри диалога вашего, вас и вашего специалиста, вы можете начать понимать, что вот тут я ему намекнул, и он понял, а вот это непонятно. И там тоже будет возникать некий инструментарий, как правильно понимать своего клиента. Поэтому много говорите, делитесь картинками, которые вам нравятся. Например, понравилась вам рекламная компания какого-то бренда, отправьте, чтобы ваш стилист, специалист понимал, что типа, блин, ему нравится эта эстетика, может попробовать в эту сторону походить. Или, например, меняется сезон, вы сами инициируете и пишите своему клиенту, если кто-то здесь с присутствующих или у экранов стилисты. Так, что тебе в этом сезоне зашло? Просто чтобы понять, какой новый вектор. Друзья, я напоминаю, что в группе «Ок на связи» проходит конкурс «Литература на лето» и сегодня там разыгрывается книга от Николая Овечкина с его автографом. Как ее получить? Все очень просто. Заходите, угадываете комментарием, что это за книга, становитесь первым и получаете свой трофей. Вперед! «Ок» представляет мастер-класс. В сервисе увлечения вы найдете мастер-классы от экспертов «Ок». Пошаговые видео и полезные материалы. Общайтесь в чате с экспертом и другими пользователями. Смотрите мастер-классы по самым разным темам бесплатно. Прокачайте свое хобби на «Ок.ру». Слушай, ну а было у тебя такое, когда ты уже все с клиентом пришел и он при разборе, при комментировании обижался на тебя и прям уходил? Никогда в моей жизни такого не было. Опять же, я все-таки отношу себя к стилистам, способным убедить даже мертвого. То есть, если мне нужно, чтобы тот или иной стилистический прием был реализован на артисте, я точно знаю, какими правильными словами привести артиста к тому, что он будет одет так, как мне надо. И в этом, в первую очередь, сила топ-стилиста. То есть, когда ты начинаешь, наверное, у тебя нет такого багажа аргументов, который приведет твоего клиента к нужному решению, которое чаще всего в моей голове, а не в голове моего клиента. Но когда это происходит, нужно, чтобы клиент думал, что это он придумал, что это он молодец. Что это он мне же сказал, а я на основании его понял, что да, это вот так надо делать. Не стилист, а удав какой-то. Ну, а по-другому никак. Это как... Господи. Сейчас вспомню фамилию ученого, надеюсь. Скажи, что он открыл, я подключусь. Он очень много лет занимался продлением жизни. В общем, у него есть фраза, что если вы чего-то не добились, то вы просто не дошли. Для того, чтобы добиться, нужно дойти до конца. Вот если вы понимаете, что ваши инструменты не срабатывают, вы слабо на них нажимаете. Нужно нажимать еще сильнее. Хорошо. Про возраст поговорим, стиль возраст. Как ты относишься вот к этому тренду? Это сейчас даже... Ну, есть скуфы. Слышал про такие? Я вчера хотел в Телеграме написать об этом, потому что мне одна моя подруга пишет. Как ты думаешь, а ты уже скуф? Я пишу, в смысле? Я объяснил, что такое скуфы. Скуфы это, типа, когда ты вчера секси молодой и на дискотеке, а завтра ты оп и бурунов. Да, пузатый, лысый. Это ты оскуфился, типа. Ну, я пошел гуглить. Гуглить, как там правильно говорить. Искать в интернете. Яндексить или как там теперь в России правильно говорить. Короче, я думаю, надо искать. Что происходит, почему я скуф? Я думаю, ну, может, я типа скиф, но у меня батя финн, и я типа, да, я типа, ну, такой, финский богатыр, а там нет, там именно что-то больше похожее на оскорбление. Я думаю, так. Ну, это мужчины, которые были действительно молодыми, красивыми, с челкой. Да, да, проходит время, и действительно, озеро в лесу, кузика, маечка, и тут капелька от кетчупа на футболке. Капелька от кетчупа у меня есть на всех футболках. Возможно, это начало моего скуф-пути. А ты знаешь, что есть еще анг? Ну, давай. Это наоборот. Когда ты был скуфом? Тридцати, да, у тебя появились деньги, ты был каким-то ботаником таким пухленьким, или наоборот, был просто, просто парник, а после тридцати стал выглядеть еще круче. Я хочу быть анком. Ты хочешь быть анком. Даже если в конце мне придется быть анкл Бенцом, то я готов быть анком. Давай поговорим вот о тех, кто, кстати, одевается не по паспорту, так скажем, потому что есть иногда такие моменты, когда, я даже вижу в соцсетях, мне скидывают фотографии с вечера встречи выпускников, и я смотрю на эту фотографию, и мне кажется, что в разных десятилетиях люди выпускались, хотя это один класс. Кому-то на вид 50, кому-то 35, а кто-то так и остался 18-летним подростком и так же одевается. Я имел неосторожность недавно в своем родном Красноярске в аэропорту записать в одну из социальных сетей сторис о том, как меня смущает, что у них у всех идиотские постриженные челочки. И поэтому я с тех пор вообще больше никогда ни о каких своих одноклассниках, отца, отечественных, вообще ничего не хочу говорить. Но о скуфах и анках. Смотрите, если ты хочешь сейчас поговорить о том, а стоит ли в 75 лет носить мини-юбку, эта форма, наверное, какая-то... Мужчине, конечно, нет. В России вообще не стоит мужчине носить юбку. Есть формы, наверное, какого-то иджизма. Есть, правда, женщины, которые в 75 лет выглядят, как многие в 16 не выглядят. Но если она ведет за руку внучку из детского сада, наверное, это странно, что она идет в мини-юбке. Но если она идет на свидание, и у нее еще есть свидание, то ради бога, господи, носи ты эту мини-юбку. А есть дамочки, которым и в 16 не надо носить мини-юбку. Это скорее про физическую форму, а не про... Сейчас я уже будешеймером стал следом после того, как стал... Но... Продолжай себя закапывать, ничего страшного. Сейчас я еще раз про челки в Красноярском аэропорту, и все. А нет, подожди, мы сейчас вообще на всю страну тебя будем разводить. Давайте. У нас интерактив города, мы сейчас в него будем играть. Вот ты уже упомянул то, что ты неправильно сказал про... Про Екатеринбург, да? Ты сказал, что... Красноярск. Про Красноярск. Извините еще, я сразу же перед Красноярском извините. Если что, я знаю, я знаю, куда вам нужно идти. От меня отключаемся и ругаемся этого человека. Да, спасибо. Я и так там... Смотрите, я называю тебе город, и ты должен что-то хорошее сказать про людей, которые там и как они одеваются. Блин, а я вообще в целом как-то очень много очень хорошего говорю. Почему-то устоялось в индустрии, в том числе в голове многих моих коллег, что я какой-то такой злой, закулисный, серый кардинал, который все обо всех знает, кто с кем работает, и еще какие-то не очень хорошие вещи. То там Карина Нигайна меня обижается, потому что я не считаю ее стилистом, то Влад Лисовец говорит о том, что почему-то я так язвительно говорю о работах коллег. Имею право. Хочу и говорю. Хорошо. Тогда сейчас я буду говорить город, а ты можешь сказать, что это столица, вот чего-то из Мирмады. Итак, поехали. Екатеринбург. Екатеринбург, стильная столица Российской Федерации, абсолютно точно в этом уверен, потому что в свое время там выстроили два больших ритейл-проекта, не будем называть их, потому что это, скорее всего, реклама, но благодаря сестрам Галамаздиным и я не помню, какая фамилия Унино, представляете? Унино. Да. В общем, благодаря этим двум командам Екатеринбург на сегодняшний момент один из самых стильных городов, наверное, самый стильный город в России, потому что там каждый третий человек стилист и, правда, толковый, действующий стилист. В Екатеринбурге стилисты есть даже у собак. Да ладно? Абсолютно точно. Екатеринбург, русский Париж? Русское все. Русское все. Милан, Париж. Совершенно верно. Барселона. Да. Где же ты там, наш Крестобаль Болинсиаго екатеринбургский? Да. Москва? Москва очень проудобна. Москва очень проудобна, Москва очень продинамична, Москва очень про напоказ. То есть тебе должно быть удобно, но у тебя должна быть какая-то такая акцентная дуринка, которая... Дорогие часы, сумка дорогая. В том числе. Ну и Москва в целом достаточно финансово-состоятельный мегаполис, в котором заработать на Роликсы сильно проще, чем, например, в Абакане. Поэтому здесь это как бы часть... Это часть жизни. То есть ты как будто бы уже и не выпендриваешься наличием тех или иных часов. Вот скажи, у меня так... Судя по Москве особенно, можно идти в дорогой ресторан, и рядом друг с другом сидят люди в дорогих костюмах итальянских, а рядом сидят, ну, по возрасту не уступающие, но просто в этот день они пришли в таком стиле, что это велосипедки и какой-то сверху худи надет. Да. Это ок для Москвы или это вообще ок для мира? Это ок для любого города. Я пришел в ресторан есть. Если у этого мероприятия есть протокол, я должен был надеть какой-то костюм. Если я просто пришел с любимой девушкой, с мамой, просто поужинать, я имею полное... Если я не полуголый, я не... Но это уже другая вещь. Да, не ущемляю, да. Не ущемляю права верующих вокруг меня и так далее, то я могу быть в леггинсах и в худи. Хорошо. Питер. Ну, я в леггинсах не могу быть, подождите. Этот вопрос закрыт. Нет, если на пробежке, можно, но шорты все равно. Я каждое утро в них бегаю, но я сверх надеваю шорты все-таки. Питер. Столица какой моды? Питер. Столица андеграундной моды. Питер. Это такая симпатично оформленная хтонь. То есть, когда ты думаешь, это бомж или это стиляга. Это про Петербург. Абсолютно. Только по запаху можно понять. Если пахнет парфюмом, селективно. Иногда, как пела одна певица, иногда я жду тебя. Смотрите, Петербург абсолютно, когда-то 12 лет назад я оказался впервые на одном из первых или последних, наоборот, сезонов Питерской недели моды. И я в этот момент понял, что мода есть. Мода в авангарде именно в Петербурге. Но она такая ленивая, что ты думаешь, вы когда-то зарабатывать начнете или нет. Поэтому Питер такой очень про вязкость, про какие-то такие графитово-кобальтовые оттенки цвета неба Петербурга, про какое-то такое немного пьяное, непонятное, уставшее, но очень амбициозное. Слушай, продолжим. Давай, Калининград. Никогда не был в Калининграде. Но очень хочу побывать. Калининград какой-то, наверное, тоже город. Как ты думаешь, на твой взгляд, там больше к европейской моде или наоборот, там на сопротивлении, находясь в окружении европейских городов, люди эту моду сдерживают, оставляя себя... Я, во-первых, не до конца понимаю, что теперь нет отдельной европейской моды. Вот все, что сегодня делают раскачавшиеся, сильные, большие игроки, это все-таки игра в модном мировом календаре. Вы уже не можете быть отдельной частью. европейской моды, московской моды и там, калининградской моды. Мы все равно, да простят меня все, ориентируемся на западную группу недель моды. И все модные бренды, будь то калининградские, екатеринбургские, дальневосточные, они все равно играют в рамках трендбука мирового. невозможно быть отдельно модным. То есть, если говорить о стиле, то это одна история. А если говорить о моде, то мода это все-таки определенный свод правил, которые действуют внутри одного сезона. Хорошо, в Калининграде ты не был? Не был. Сочи. Ёкарный бабай. Вот Сочи это... Вот столица чего? Вот Сочи? Обмана. Обмана. Да. Почему? Знаете, я объясню. Сочи, прости меня, пожалуйста. Я когда-то в юности посматривал объект недвижимости там. Я вот так еду, значит, и сажусь, и водителю говорю. Допустим, его звали Артур. Как всех в Сочи. Говорю, Артур, скажите, а чем, по вашему мнению, живет Сочи? Олимпиада закончилась, и он говорит, обманом, как весь Кавказ. Я ему говорю, почему вы так думаете? Он говорит, ну вот мы сейчас с вами доедем, вы поймете. Я вот так доезжаю, там, допустим, поездка стояла 820 рублей, я ему вот так даю тысячу и сижу, жду. Он ничего не делает. Я продолжаю ждать и ничего не говорю. Я ему говорю, вы мне сейчас что-то показываете? Он мне говорит, нет, у меня просто нет задачи. Я вот так открыл дверь и вышел. Вот так за 180 рублей ты узнал, что Сочи столица в Москве. Спасибо, что такой дешевый урок. Про стиль. Он такой все-таки около, он такой чуть около Гуччи, он такой чуть немного более чем, он такой чуть как будто бы не по средствам. Когда ты думаешь сумку купить или поесть, и покупаешь сумку, это вот когда ты чуть более, когда тебя больше по одежде, чем ты есть внутри. Вот это так очень про вот эту полосу. Ну и последний русский город Дубай. То есть предыдущий город Сочи был русский город, по-твоему? Да, да. Хорошо. Я настаиваю. И следующий русский город Дубай. Дубай. Дубай, это если бы Сочи можно было умножить на 600. Но в Дубае еще и на это есть средства. Я жил некоторый период времени в Дубае, и там ты всегда думаешь, смотришь, например, кутюрную коллекцию любого модного дома и думаешь, неужели это кто-то купит? И вот так сидишь на ужине в Дубае, поворачиваешь голову и думаешь, а вот тебе, господи, все же понятно. Вот, кстати, по поводу денег. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что, например, я вот как советский ребенок, я помню, когда там мамы, тети, бабушки, дедушки покупали при зарплате в 120 рублей, могли 70-90 рублей отдать за сапоги. И сейчас мы иногда заходим в магазин и видим отечественного производителя пальто больше, чем 100 тысяч рублей, сапоги 80-90 тысяч рублей. Это потому, что нет вот этих европейских брендов, вот такое ценообразование. Или эта вещь реально столько стоит? Смотрите, я не знаю, сколько эта вещь реально столько стоит, но я объясню. Есть бренды, ну, то есть есть сейчас уже внутри русского ритейла появился разный сегмент. Сейчас можно купить пальто русского бренда и за полмиллиона, и за полтора. Но ты точно понимаешь, что это ткань, которую произвели на той же фабрике, с которой покупают ткань Лорапиано или любой другой большой игровой игрок уровня кутюрной недели моды. это абсолютно точно ручная работа. Понятно, что, наверное, есть какие-то выскочки, которые шьют из, простите, дерьма и палок и продают за бешеные деньги. Но это же всегда игра в одного, в один прием. То есть к тебе второй раз не придут за этой одеждой. Поэтому я за то, чтобы бренды ставили те цены, которые им комфортны. Главное, чтобы они платили налоги. Но при этом можно одеваться более чем хорошо, более чем стильно за абсолютно небольшой ценник. Про дорогие сапоги, я знаешь, что вспомнил? Что когда я был маленьким, моя бабушка Тоня, определившая, на самом деле, мою профессию, она шила. И она как-то могла из всего, что было дома, пошить что-то, что было красиво. Я всегда восторгался. Не так, я всегда с умилением слушал, как на каких-то семейных ужинах, приходя к нам в гости, говорили все, Тоня, ну как ты эту юбку пошила? Давайте по-честному, у меня ребенок в 90-х не было ничего. То есть типа шили из обложек газет. Но она как-то умела это так правильно. И поэтому, я жил в Красноярске, там не могла женщина пойти и потратить половину зарплаты на сапоги. Во-первых, не было магазина, где были эти сапоги, потому что был магазин, где были просто пустые полки, ты мог, наверное, купить только полку. Это Икея первый раз к вам пришла? Да, да, да. И по большей части это какое-то было больше наряжательства на уровне пошить. Поэтому, когда я пришел в эту индустрию, для меня пошив был каким-то очень понятным инструментом. Евгения Хромченко, мой старший товарищ, моя коллега, моя наставница, всегда говорит, только, как-то она это говорит, только знающий человек пойдет типа шить, потому что это точно значит, что эта вещь будет пошита по тебе, она будет выглядеть дорого, она будет на тебе сидеть так, как она должна на тебе сидеть, но это нужно быть сильно гурманом, чтобы пойти и начать этим заниматься. Хочется поговорить про твой YouTube-канал Человечкин. Ого! Я вообще думал, что не дождусь, что вы об этом заговорите. Говорят тебе скромничать, типа, вот я решил пока поставить на стоп свой стилистический, да мне некогда. Я тут согласовываю монтажи, тут мне в Казахстане дорисовывают графику, тут мне записали какой-то новый джингл. Я просто думаю, господи, а как вы, мне вообще казалось, типа, да чем они занимаются, эти YouTube-блогеры, бездельники? Мне сейчас кажется, что я главный редактор огромного телевизионного канала, потому что мы в параллель запускаем два коротких формата и два огромных плюс телевизионный сами снимаем. И оказывается, это не просто ты пришел, типа, две камеры поставил и так не работает. То есть, типа, YouTube сейчас требует качественного контента. Ты не можешь, как первые ютуберы, поставить напротив себя две GoPro-камеры и распаковывать киндер-сюрприз, хихикать. Или резать мыло, помнишь, еще ролики? Да, и у тебя, типа, полтора миллиарда просмотров. Нет, так больше не работает. А еще тебе нужно каким-то образом так нативно научиться интегрировать входящие, чтобы рекламодатель не говорил тебе, типа, это слишком мыльно, не делайте так. И ты, да говорю, и как возник Человечкин вечер, мне уже стартовать, у меня уже снятые форматы. Я долго к этому шел, четыре года, я собирался, искал формат, не мог понять, нужен ли я YouTube, не нужен я YouTube. И в какой-то момент одно небольшое маркетинг-агентство сделало срез по запрашиваемости мужских имен в России. И она говорит, так ты в сотне второй год, типа, что ты сидишь ждешь, срочно делаешь хоть что-нибудь. И я говорю, блин, так кому я в какой-то сотне, кому я нужен. И потом она мне сделала аналитику, что все, к кому я приходил, у них прикольные цифры в YouTube, потому что, типа, ты складно говоришь, ты харизмат, YouTube это любит. И я вот так четыре года с одними авторами, с другими авторами, пока вот так я летел в самолете и думаю, вот сейчас ты приезжаешь и начинаешь что-то снимать. Я пишу оператору, смотри, у меня есть одна идейка, давай попробуем. Он говорит, давай. Что ты не играла? Вы думаете, сейчас будет хэппи-энд? О! Мы идем снимать и получается такая херня. Я ему говорю, я не буду ничего снимать, все, я беру паузу, я не хочу этого делать. Я еще на три месяца ухожу, но уже эти три месяца я ищу команду. Команду редакторов, команду дизайнеров, команду, 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 команду. Я абсолютно точно, человек, который из телевидения приходит в YouTube, он не может один бегать с GoPro и снимать. Ну вот стрит-токи, которые ты делаешь, это твоя идея. Вообще, как подойти к человеку и не быть посланным, ну, куда обычно посылают? Блин, у меня есть специальный взгляд. Покажи его. Можешь камеру покажи? Смотри, я объясню тебе. Как родился этот формат? Я в какой-то момент, разговаривая с мамой, она говорит, а ты не боишься, что тебе в комментариях будут люди ругать? И в этот момент у меня возникает, что эти люди, это же и есть люди, которые ходят на рынок, в магазин, гуляют по улицам. Мы чаще всего не понимаем лица хейтера. И я понял, что задача показать, что у людей есть мнение, что это не всегда бот, который типа мамочка Алешеньки и жена Андрея. Это чаще всего живой человек, покупающий укроп, готовящий суп, что ей может не нравиться платье Анны Семенович, но ей негде это сказать. Я думаю, это же я, я голос народа. И я хватаю микрофон и забегаю, и люди, ну то есть, сейчас мы снимали уже третий или четвертый какой-то эпизод, извините, там моя директор сидит, я поеду на нее посмотреть, и я, и там люди в очередь встают, типа, я хочу сказать, я говорю, давай. Слушай, но это будка гласности когда-то была, когда людям давали сказать все, что они думают. Люди правда хотят говорить, люди правда хотят говорить, почему она голая, а почему она одетая, почему она не так красная, я бы вообще по-другому сделала. Опять же, предложение темы насмотренности, люди думают, что они эксперты, люди абсолютно точно обладают своей точкой зрения, считая, что она экспертная. И поэтому я много раз сидел напротив своих коллег и такой, знаешь, мне на самом деле нравится, а люди думают по-другому, люди думают на уровне, ну юбку-то можно было и подлиннее. И когда ты это понимаешь, что у людей правда есть запрос, я понял, что это форма моей экспертности и такой шутливости КВНовской и их желание со мной поговорить, из этого родился формат Человечкин, потому что он Овечкин как стилист, но при этом человек, он Человечкин. Вот, как раз хочу, знаешь, о чем поговорить с тобой? То есть если, давай так, я тебя буду называть Николай Первый, но у нас есть и Александр Великий, я говорю про Александра Овечкина. Я знаком с его супругой близко, и с Сашей виделся пару раз, но я ему безумно благодарен, Саш, если бы не ты, мне бы столько раз в жизни ни разу не апгрейдили номер в отеле. Когда они видят, что ты Николай Александрович Овечкин, апгрейд случается просто автоматически, у тебя вот так смотрит управляющая, то есть типа на Западе он правда легенда, то есть типа Саша Овечкин, это некое, то есть все уже не помнят террористов Овечкиных, которые гнали самолет, а все помнят только Сашу Овечкина. И ты когда прилетаешь, например, ты из Парижа, и даже если нет номеров, они смотрят твой паспорт и думают типа, у него еще поди клюшки с собой, давай ему какой-то побольше номер. И я поэтому ему безумно благодарен. Саш, спасибо большое. В качестве благодарности у нас сейчас игра будет Овечкин про Овечкина. Ну раз вы знакомы, тебе будет легко, мы собрали его образы из открытых источников и прямо сейчас обсудим. Итак, первый образ Александра Овечкина. Как стилиста тебе на это больно смотреть? Мне вообще не бывает больно смотреть ни на какую одежду, если я не смотрю на нее долго, поэтому... Смотрите, я быстро и не заискиваю. Чаще всего спортсмены одеты плохо. Первое. Потому что одеты на площадке и на других больших спортивных мероприятиях, они в рамках контрактов, то есть они не могут что-то надеть, что им не согласовал стилист бренда. Поэтому потом они как слепые котята, они не понимают, как одеваться на красную дорожку, потому что чаще всего у спортсменов нет стилиста для того, чтобы... И это делает типа жена, подруга, мама, и так далее. Но бывают другие... Главный тренер иногда. Да, бывают другие выходы, когда ты понимаешь, что у тебя есть параллельно со спортивным контрактом контракт с большим классическим брендом. И тогда ты и там, и здесь чаще всего хорошо одет, но к спортивному лицу, к выбитому зубу, это всегда ну так себе. Ну да, а если бы он был в черном классическом смокинге, застегнут на все... А он бывает. Я видел Сашу в разных костюмах. Это просто неудачно выбранный костюм. Саш, правда, ну, не нужно сейчас скупиться на слова. Он, правда, модник. И там Настя большая молодец. И они в этой симбиотике семейной, правда, всегда очень хорошо выглядят. Я их люблю, и да, и они большие молодцы. Следующий образ. Ну вот, пожалуйста. Могут, понимаешь? Понимаешь, что такое тематическая вечеринка? Обувь удобная, спортивная. Классно подобрали образы. И получается, это фэмили лук. Да. Все, все получилось. А к тебе обращались вот под каким-нибудь, ну, под совсем странным, говорят, нам нужно срочно одеться в вечеринку, у нас тематика, ну, я не знаю, пионерский лагерь. Или там... Конечно, бывает, потому что смотри, когда ты, когда в эксклюзивном контракте с артистом, ты ведешь его не только на сцену, ты ведешь его на день рождения к подруге, ты полностью ведешь гардероб. И если внезапно какой-то ее придурочный, другой артист, делает вечеринку в стиле тра-та-та, то ты и тра-та-та и делаешь. Так, следующее. Следующее, самый сложный лук. Вот. Потрясающе. Это очень хорошо. Я так живу. То есть, я вот так нашел такие футболки, такие серые штаны, такие шлепочки, возможно, у меня даже где-то есть. Но человек между соревнованиями бежит, у него 27 клюшек под мышкой. что вы хотите? Ну, правда, тут не стоит, знаете, прикапываться. Саш, я делаю все возможное. Смотрите, не стоит прикапываться. Человек, правда, ну, это просто его такой смарт-кэжел, его ежедневный стиль. в принципе, если у тебя работа такая, можно забить на то, как ты на нее идешь. Если ты, объясню, я уже где-то, по-моему, об этом даже говорил, если ты не несешь одеждой никакого манифеста, то ты можешь одеваться так, как тебе комфортно. Объясню. То есть, чаще всего сейчас работа стилиста, это же скорее про некие смыслы, которые ты упаковываешь в одежду. некий посыл, который ты хочешь сообщить через внешний вид артиста, артиста, спортсмена и так далее. А здесь он, правда, бежит с тренировки, скорее всего, забирать ребенка из детского сада. Какой там наряжаться, когда ему наряжаться? Это, например, когда ты работаешь с клиенткой и понимаешь, она вот-вот выйдет или вышла только что из декрета, задача узнать, какое количество времени она проводит, как мать. То есть, ездит ли она в детский сад за ним или может она ходит на эту кухню, где там берут молоко для ребенка. Если это в ее жизни есть, то тебе нужно это учесть, то тебе нужно это учесть, потому что обувь должна быть удобной, потому что она мать. Одежда должна быть не маркой, потому что ты берешь ребенка на руки и так далее. Поэтому, если ты стилист, который собирает манифесты и пытается их транслировать через публичного человека, через внешнего публичного человека, то это одно. Когда ты просто стилист спортсмена, который живет свою жизнь, он отец семейства и так далее, то белая футболка и серые штаны пойдет. Последний вопрос. Самый стильный человек на планете? Ого! Самый стильный человек на планете... Там, наверное, нет такого человека. Николай, ты, может, про себя подумаешь? Объясню. Объясню. Потому что для меня каждый человек стильный, когда у него есть абсолютная гармония того, что у него в голове и того, что он сообщает своей одеждой. Если это иногда чуть придурочные какие-то наряды, и там в голове есть какая-то дуринка, то это стильно. Ну, хорошо, кого бы ты, когда попросили бы инопланетянам рассказать, вот стиль, это фамилия, имя, отчество, может быть? Стиль это это Фиби. Фиби это бывший креативный директор одного большого модного дома, недавно взявшая большое долгое молчание, но все, что она делает и все, как она выглядит, если бы я мог оставить только одного человека, делающего моду, я бы оставил ее. Ну, или Раф Симонса. Но так как я мужчина, я все-таки за все это за женщину. Друзья мои, это был Николай Овечко, меня зовут Константин Анисимов, Ох, на связи, через неделю новый гость, был прекрасный разговор, одевайтесь во что угодно, вы всегда и так красивые. Спасибо. Спасибо. Спасибо.